Если мы будем к этому относиться с юмором, наверное, ничего и не будем. Если будем напрягаться, ожидать такое, знаете, как тихо, медленно идти в сторону кладбища, в конце концов, что-то произойдет, как кладбище подорвут или что-то сделают. А здесь есть... А вот, кстати, вот красавица, у Ани, который... Да, да, да. Апокалипсис застал нас, можно сказать, прямо на Красной площади. Как туристов мы прогуливались. Ну, в общем, оно первое разрушается духовность. Вот если ее сохранить, что сейчас происходит в России, то ничего и не будет. Так сказать, везде будет катастрофа, а у нас тишь, благодать, яблоки на снегу. Икс, скажите, пожалуйста, какие у вас планы на декабрь 2012 года? На декабрь? Поеду в Глуб, поеду в Мексику, поеду в Перу, чтобы там чувствовать все, что нарастает. Вот, как раз, источник и спасет все равно. Но вы не все время думаете молиться на России. Скажите, а вы верите в то, что вы конец этого? Я думаю, что он идет уже. Мне нравится одна картина Эшера, такой Эшер, там лужа, машина проехала, про прямо отражение этого мира. Вот он говорит этой картины, что мир там, а мы иллюзорные, мы условные. Вот, надеюсь, что мы не условные, можем подругать, но кто знает, опять, какой идет день сургая или дежавил. Может быть, это уже было когда-то. Главное, что все зависит от человека. Хочет сохраниться, но он сохраняет. Хочет он разрушить себя, то уже все это идет внутри давно. Поэтому надо общаться, дорожить, дорожить каждой секундой. Давайте это время только нужным каналом и правильным каналом. И тогда жизнь своя будет длиннее и абсолютнее, и все идеальные. Вот это ты будешь понимать, что ты живешь не зря, но не только не зря, еще и красиво. Искусство, красота спасет мир. На что мы рассчитываем, плодывая живопись, эту красоту. За счет благодаря таких красивых девушек, которые делают так красиво микрофон. Ну и благодаря, конечно, тем художникам, как вы, которые радуются у нас постоянно своими работами. Спасибо.